Это собрание стало отчетом перед жителями о том, чем общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» помогло жителям поселка. А работа проведена немалая. При участии и поддержке движения проведено более 50 различных мероприятий. Субботники, концерты, интересные встречи для пожилых людей, раздача продуктовой помощи и решение проблем граждан. Были такие, знаете, какие-то моменты, которые без вас, жителей, мы бы не смогли победить. Например, нам в районе 16-го дома худо-бедно удалось положить лежащие полицейские. Естественно, это сделали не мы. Но если бы наша общественная организация не взялась за установку этих полицейских, вряд ли бы сейчас они там стояли. Точно такие же истории можно вспомнить и по пандусам в 15-х домах, и по ремонту каких-то подъездов, до которых никогда в жизни не доходила очередь почему-то. Сейчас ситуация кардинально меняется. Многие мероприятия проводятся с участием представителей компании Ротаагра, главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина». Здесь и организация доставки школьников в бассейн, и обеспечение продленки в школе горячим питанием, и поставка в школу оргтехники, и пополнение фонда местной библиотеки. Председатель Совета директоров Ротаагра Павел Бурлаков еще раз озвучил планы по социальной политике предприятия. То есть те долги, которые у работников есть по жилью служебному, мы это все в нули, полностью людям квартиры отдадим. Мы говорим о том, что надо повышать заработную плату у совхоза, на это деньги есть на самом деле. Мы говорим, что нужно передать дворец культуры муниципалитету, не только дворец культуры, а на самом деле и территорию, которой благоустройством должны заниматься муниципальные власти. Не должны жители зависеть от предприятия. Предприятие должно заниматься производством. Начальник Картинского территориального отдела Андрей Звеков рассказал о текущем положении дел, касающихся реконструкции в поселке Сквера. Это совместный проект общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», муниципалитета и жителей поселка. Проведены конкурсные процедуры, и я так думаю, что сразу после 9 мая, после майских праздников, подрядная организация выйдет на работу. Да, это будет комплексное благоустройство территории 1-11 дома, это будет устройство детской площадки, устройство тихой зоны отдыха. На заседании движения была поддержана важная инициатива, с которой выступили местные жители – создание совета поселка. К нам обращаются с вопросом создания совета поселка. Вот, сейчас прорабатывается этот вопрос, количество человек и так далее. Кто в нее будет входить? Жители, представители культуры, представители спорта, представители почты, администрации, акционеров с ЗАО, библиотеки. То есть можно набрать группу абсолютно разноторонних людей, которые будут доносить и помогать и общественным организациям, и администрации, и совхозу, и самим себе. Также на заседании жители смогли получить ответы на вопросы по планам на ремонт жилья, благоустройство территории и социальной поддержки. Напомним, общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» учреждено депутатами Совета депутатов округа – Артемом Грудининым, Марии Гаевской и Александром Баюклиным. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.